Тема урока «Человек, которым я восхищаюсь». Есть люди, которыми восхищаются миллионы. Это звезды кино, музыки, спорта. Это политики, ученые, врачи. Возможно, кем-то из них восхищаетесь и вы. А бывает и так, что мы восхищаемся и хотим быть похожими на совсем обычных людей. Наших родителей, родных, друзей, наставников. Давайте поговорим о тех, кто своими поступками, словами вызывает у нас уважение, побуждает измениться. Что мы можем рассказать об этом человеке? Давайте составим план, в который войдет четыре пункта. Во вступлении нужно представить человека, рассказать, кто он, чем он знаменит, если это известная личность, или кем вам приходится, если это ваш родственник или знакомый. Вы можете здесь рассказать о внешности, не вдаваясь в подробности. В основном содержании рассказа выделим две части. В первой части расскажите о ранних годах жизни, когда человек становился личностью, где он учился, работал, чем интересовался. Или расскажите о каком-то ключевом событии, которое повлияло на дальнейшую жизнь вашего героя. Вторую часть посвятим достижениям личности. Что ваш герой делал в трудных ситуациях? Приведите примеры того, как он разрешал проблемы в своей жизни, какие его поступки вас восхитили. В заключение расскажите, почему выбранный вами человек вызывает у вас уважение, какие качества вы бы хотели перенять у него. Приведу пример подобного рассказа об одном из известных киноактеров Кристофере Риве. Если вы смотрели фильм о супергерое, то легко узнаете Кристофера. Он сыграл в фильме главную роль. Человек, которым я восхищаюсь, это американский актер Кристофер Рив. Он был успешным актером, известным по фильмам о Супермене. И он также был человеком, который победил свою страшную болезнь. Кристофер Риве. 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 Риве Кристофер был талантливым актером. Голливудские режиссеры с удовольствием приглашали его в свои фильмы. У Кристофера была жена Дана, и они были счастливы. Трагедия случилась в 1995 году, когда он упал с лошади и сильно повредил позвоночник. Доктора не верили, что он будет жить, но он вышел. Кристофер не мог двигаться, говорить и даже дышать без аппарата. Казалось, что жизнь потеряла всякий смысл. Шесть лет спустя он мог самостоятельно дышать, двигаться в инвалидном кресле и говорить. Более того, Кристофер начал свою собственную компанию. Он продвигал исследования в области повреждений спинного мозга. Он рассказывал о своем опыте по всей стране, чтобы привлечь внимание к этой болезни. Кристофер Рифф собрал много средств для американской организации, поддерживающей больных параличом. Причина, почему я восхищаюсь им, заключается в том, что Кристофер не сдался. Он достиг значительных успехов сам и вдохновлял других. Его пример доказывает мне, что все возможно, если ты этого действительно хочешь и упорно работаешь, чтобы добиться цели. Для меня Кристофер Рифф был суперменом в реальной жизни. Подведем итоги.